Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. На календаре у нас среда, соответственно, в преддверии данных по Non-Farm Payless мы помним, что этот день интересен для трейдеров, для участников рынка тем, что публикуются данные, предварительные по состоянию американского национального рынка труда по версии ADP. Да, знаю то, что очень много критиков у этого отчета, считаю то, что корреляция между показателями ADP и Non-Farm Payless не такая уж и существенная, но я все-таки, друзья, хочу напомнить вам, насколько важно сейчас обращать внимание на любые сигналы, тем более предвосхищающие, предваряющие те мощные новостные события, которые реально могут повлиять на будущую динамику доллара. Напомню также, что с этой недели мы начали новую практику торговли не только с оценки долгосрочных ожиданий того, что должно и может произойти с активами, но еще и стали покреплять идеи какосрочной торговли. Сегодня мы, собственно, продолжим это делать, подведем результаты, собственно, вчерашней торговой сессии, поставим много какосрочный ориентир и будем смотреть за тем, как эти идеи реализуются или не реализуются. Ну и параллельно для тех, кто является постоянным слушателем нашего канала на YouTube, долгосрочная картина, взгляд, оценка фундамента, который в целом не меняется. Прошедшая встреча в Джексон-Коле и выступления председателя ИЦБ и ФРС подтвердили только наше предположение о том, что мы пока что правильно делаем, ставя на то, что рост может доллара все-таки возобновиться и ставя на то, что главный валютный риск должен оказаться под давлением. Вчера, собственно, после пробоя сопротивления 1.20 мы видели, конечно же, как по инерции еще по классике жанра, по факту срабатывания стопов пары евро-доллар оказалось и выше отметки 1.20.50 совсем уж какие-то немыслимые уровни, откуда потом, после пошли распродажи. При этом детальная оценка того фундамента, который случился на рынке произошел, имел место быть в поисках, опять же, интервентного вмешательства, либо заявлений высокопоставленных от чиновников Европейского Центрального банка. Этих подтверждений нет, собственно, так же, как и нет доказательств, разумеется, вообще от того, что эти интервенции были. Но я признаю то, что если бы были механизмы интервентного вмешательства, скорее всего, коррекция европейской валюты была бы гораздо более существенной, нежели ту, которую мы видели вчера. Поэтому, друзья, все это еще может произойти в ближайшее время, особенно в свете того, что у нас сейчас происходит с экспортерами еврозоны, экспортерами Германии, с показателями по торговому балансу, да и вообще этими рисками, которые мы обозначили, рисками роста обменного курса и влияния на показатели инфляции. А евро, безусловно, также продолжим с вами говорить, тем более, что европейская валюта, собственно, так же, как и прочие финансовые инструменты, сейчас тоже с опаской смотрит на предстоящую статистику по рынку труда, ведь эти данные могут указать на то, что участники рынка, возможно, были весьма оптимистичны, с оценкой мягкой риторики представителей ФРС. И, ссылаясь на то, что ФРС не пойдет на новые шаги ужесточения монетарной политики, собственно, используя это в качестве ралли распродажа доллара, могут попасть вообще в ловушку собственных ожиданий, потому что появление на рынке сигналов того, что ФРС по-прежнему привержен более жесткой монетарной политике, может стать причиной еще более выраженной и более интенсивной восходящей динамики, нежели ту, которую мы видели по закрытию вчерашней торговой сессии в паре доллара и японская иена. Поговорим также и о долларе и японской иене, безусловно, поскольку это традиционно те инструменты, которые являются основой для нашего каждодневного анализа, но сначала поговорим про нефти. В целом, если говорить про уровни открытия и закрытия за вчерашние торги, ситуация особо без изменений. Аклосс вчерашнего дня 51.59, сейчас инструмент торгуется на отметке 51.43. Давление сохраняется, и вот этот ключевой фактор давляющего эффекта на стоимостные позиции и WTI, и Brent. Кстати, по WTI нисходящая динамика более выражена. Мы видели даже тестирование поддержки 46 долларов за баррель. И разница сейчас в ценах на оба контракта составляет 5 долларов, конечно же, очень много. Возвращаясь к нисходящей динамике, что же сейчас оказывает давление на цену на нефть? Я думаю, что это прежнее опасение, что душующий, продолжающий свое разрушительное шествие, тропический шторм, «Браган Харви», может привести к перебоям работы еще большего количества нефтеперерабатывающих заводов в Северных Штатах Америки в рамках Мексиканского залива. И мы, безусловно, продолжаем следить за тем, как этот шторм влияет на работу этих НПЗ. И, честно говоря, есть что сказать. Это новая статистика, это новое ожидание того, что на восстановление, собственно, разрушенной инфраструктуры, на восстановление, опять же, бесперебойного снабжения электричества для многих нефтеперерабатывающих заводов может потратиться много времени, несколько недель. Сейчас шторм смещается на восток, где сосредоточено еще большее количество этих нефтеперерабатывающих заводов. И, собственно, вчера пришли сообщения с одного из крупнейших НПЗ в Техасе со ссылкой на то, что подтопление территории стало причиной, за которую вот этот техасский нефтеперерабатывающий завод снизил загрузку производственных мощностей примерно на 60%. И в совокупности мы с вами начинали с того, что под угрозой около 330 тысяч баррелей нефти по переработке. Сейчас речь идет уже о двух миллионах баррелей в сутки. Это много, друзья. Это, конечно же, те самые ожидания, которые в случае реализации будут формировать совершенно новые тренды на рынке стат данных по запасам, что нефти и, соответственно, что и нефтепродуктов. Мы за этой статистикой, безусловно, следим то, что ураган Харви сейчас больше разрушительен и создает большую угрозу для процесса переработки, нежели чем для объемов добычи, доказывают и демонстрируют текущие цены. У нас котировки нефти снижаются, а, соответственно, котировки бензина идут вверх, потому что их запасы начинают снижаться и потому что есть ожидания того, что на рынке может даже обозначены быть проблемы дефицита. Предложение это все отыгрывается, собственно, прежде всего сейчас в активе WTI, ну и, разумеется, также по оцепной реакции задевает и бренд, который по корреляционной связке, по ценовой динамике показывает, в принципе, те же самые изменения. Что касается статистики, вчера, как вы знаете, вышел отчет от Американского института нефти. Запасы бензина выросли на 0,4 миллиона. По идее, мы должны были бы увидеть сокращение запасов бензина. Ну, я тут же хочу сравнить показатель фарта того, что мы видели, с ожиданиями. Предполагалось то, что запасы могут вырасти на 1,5 миллиона и такой серьезный контраст. Запасы нефти, напротив, снизились уже, которую неделю подряд за американским институтом я не следил, но вот что касается официальных данных от администрации аналитической информации, уже 8 недель подряд, когда у нас запасы снижаются. Если наши с вами предположения, не только наши с вами предположения, а предположения и прочих трейдеров, которые следят за последствиями урагана Харви, то, как он повлиял на динамику запасов, будут оправданы, подтвердятся, то сегодня мы будем наблюдать по статистике в 17.30 отчет от администрации аналитической информации и ожидаем расклад следующий. Запасы нефти растут, запасы, собственно, бензина сокращаются. Если статистика будет такой, о коже, ну, друзья, тогда это мощный, опять же, катализатор для того, чтобы усилить давление на котировки, собственно, нефти. Сейчас я напомню, у нас уровень 51.43 по бренду. Нам нужно, чтобы под конец этой недели, поскольку мы уже давно ждем, котировки просели и приблизились хотя бы к поддержке 50 долларов за баррель. И сейчас для этого есть все условия, есть необходимый фундаментальный базис, осталось только дождаться сегодняшнего отчета в 17.30 по московскому времени и, опять же, поставить на то, что наши предположения будут реализованы. Цены на бензин в Штатах сейчас растут. Если оценивать кучестные контракты, то это уже максимальные за последние два года еще одно доказательство того, почему на рынке нефти мы сейчас наблюдаем такую динамику, нежели чем другую. Ну, такую я имею в виду, почему цены на нефть снижаются. Хотя обычно любые тропические штормы – это угроза для поставок нефти, для добычи нефти и это стимул для роста цены на черное золото. Как я уже отметил, друзья, ураган Харви не повлиял, в принципе, существенным образом на объемы добычи, в отличие от переработки сырья нефтеперерабатывающими заводами, которые многие встали сейчас на ход режим ожидания из-за угроз подтоплений и прочих последствий этого шторма. В общем, готовимся к снижению, ждем соответствующее давление и на рубль. Вчера мы ориентирулись на то, что российская валюта еще должна с открытия торговой сессии отыгрывать слабость и снижение цен на нефть. Мы видели и 59, сейчас пара доллар-рубль торгуется на отметке 58,79. Ну, при сохранении, опять же, понижательного давления и коррекционной динамики на рынке нефти будем, собственно, как и раньше, ставить на то, что пара доллар-рубль окажется в районе 60. Доллар японской иены. Здесь снова стоит обратить внимание на крайне существенную волатильность, которую мы наблюдаем в этом тандеме валютных активов за такой короткий промежуток времени, как торговая сессия. Мы вчера видели и основу минимума. За много месяцев доллар-японская иена вчера несколько раз тестировала планку 108.30 и в итоге под конец дня все-таки американец смог найти в себе силы, уверенности, чтобы восстановиться и оказать давление уже на японскую валюту. Но все-таки большую часть дня этот прессинг на доллар сохранялся и вы помните, что он был связан с основой возрождения, скажем так, прежних рисков, связанных с эскалацией напряженности в отношении ряда государства с Северной Кореей. Произошло это после того, как Северная Корея позволила создать в себе, особенно после того, что мы с вами обсуждали несколько недель назад, спровоцировать или продемонстрировать это провокаторское провоционное действие, запустить ракеты, которые через воздушное пространство с севера Японии, собственно, рухнули в Тихом океане. И сейчас в этот конфликт, который раньше был вовлечен, собственно, регион Северной Кореи и США могут подключиться еще и Япония, и Южная Корея, соответственно, провоцируя еще больше геопатических рисков в глобальной экономике. Конечно же, любое проявление подобного фундамента, любое проявление кризисных событий, которые происходят на рынке, являются причиной спроса на защиту. Мы тоже вчера говорили о том, почему японская гена сейчас скрепчает, почему франк растет, почему золото пользуются таким бешеным спросом. Ну, в отношении валютных активов здесь все понятно, ну, наверное, еще проще даже с рынком драгоценных металлов, потому что это классическая тихая гава. А вот в отношении Японии и Швейцарии не забывайте о том, что эти страны-кредитуры, и при появлении подобных новостных событий речь идет о репатриации крупных капиталов институциональных инвесторов обратно в страну. Сейчас мы видим то, что интерес к спросу, опять же, на защитные инструменты ниже, чем вчера. И вопрос, который логичным был задать, что же случилось вот за вечер торговой сессии вторника, и вот что же сейчас поддерживает пока что спрос на старый добрый доллар, а не на эти инструменты, хотя новостная картина в целом не изменилась. Я хочу отметить, друзья, что после того, как был произведен пуск ракет со стороны Северной Кореи, все тут же переключили свое внимание снова на Штаты, на то, что скажет Трамп, потому что мы помним раньше его острые воинственные заявления о том, что Соединенные Штаты Америки готовы огнем и яростью ответить на все действия провокационного характера Северной Кореи. И более того, если инцидент и ситуация, скажем, достигнут определенного невозвратного уровня, то, в общем, кипения США допускала возможность даже военного разрешения этой конфликтной ситуации. Соответственно, как только Северная Корея, буквально через несколько дней, в любом смысле, после того, как страсти былые уже стали затихать, собственно, произвела выпуск ракеты, все решили то, что Трамп в очередной раз обрушится с острой критикой на то, что происходит и снова позволит себе такие острые формировки. Но на самом деле официальные заявления последовали. И я считаю то, что основная причина спроса, который мы видели именно на доллар и уже отсутствие повышенного интереса к защитным инструментам было связано с тем, что позиция Трампа оказалась менее воинственной, чем ранее, поскольку Трамп отметил то, что, ну, принято к сведению все, что происходит сейчас, и Трамп не, скажем, как говорит молодежь, не повелся на вот эти провокации со стороны Северной Кореи, отметив то, что будем следить за развитием ситуации и готовы, конечно же, к любому дальнейшему, скажем, разрешению вот этого конфликта, но без уже прямого указания на то, что готовы применить силу. Соответственно, сейчас мы продолжаем следить за долларом. Хочу отметить еще по статистике уровень доверия потребителей по отчету вчерашнего дня, который снова вырос в том, 27,2,9 сейчас. Ну, высокие показатели доверия потребителей еще было ясно от прошлых отчетов Мичиганского университета. То, что на фоне сохраняющегося прогресса на рынке труда, на хороших показателях занятости, создания новых рабочих мест и самое главное – росте заработной платы, доверие, конечно, находится на таких высоких значениях. И пока что потребители рядовые, которые, может быть, даже далеки от спекуляций на финансовых рынках, стараются держаться подальше от вот этих потенциально острых тем, которые связаны и с лимитом потолкового государственного долга, и с возможностью пересмотра суверенного рейтинга, если этих решений не будет, и с возможностью остановки работы правительства. В общем, об этих рисках пока никто не говорит. Я считаю то, что мы тоже не будем поддерживать сейчас вот эти негативные посылы для доллара, поскольку локально у нас на этой неделе еще куча статистики, которые мы будем отыгрывать. Вот, кстати, сегодня у нас данные по EDP в 15-15 по московскому времени, в 15-30 расходы на личное потребление, и в 16-30 данные по экономическому росту в США. Кстати, по прогнозам статистика будет довольно неплохая, 2,7% с прошлого 2,6%, что может стать причиной для роста американца и восходящего движения всей пары, которая, собственно, сейчас и продолжается. Это, друзья, что касается долгосрочной позиции, поскольку я, как и раньше, призывал тех трейдеров, которые заходят в сделку на несколько месяцев, а может быть, даже на более третий период времени, доллар уже давно является крайне перепроданным активом, и его пора откупать. Тем более, что еще одной причиной, вероятно, повышенного спроса на доллар сейчас является не мягкая риторика Трампа, и, может быть, даже еще и переоценка того, что трейдеры перестарались с уходом от возможного, собственно, вектора того, что ФРС будет и дальше двигаться по пути более высоких процентных ставок. Соответственно, если статистика будет сильная, снова на рынке вернутся ожидания того, что ФРС поднимет процентную ставку, и в сентябре начнет сокращаться баланс. Про это не забывайте, это бальзам для долгосрочных инвесторов, потому что нужно сейчас развернуться, попая доллары японской и нащупать вот этот базис помощнее. Но что касается каткосрочной позиции, сегодня я все равно предложаю оставить на ослабление. Кстати, подводя итоги первых двух дней, сейчас у нас в понедельник мы с вами смогли бы заработать 27 пунктов. Вчера вот из-за того ралли, который случился под конец торговой сессии, потери минус 90 пунктов. В целом по итогам, понятное дело, что по этой валютной паре общий минус, по основным идеям, по ряду тех инвестиционных сделок, которые я предлагал, уже ближе к концу, подведем результаты. Европейская валюта. После того, как мы прорвались через сопротивление 1,20, то по инвестору, я уже отметил, у нас срабатывание стопов еще хватило уверенности у трейдеров прокатиться повыше. Закрепиться выше планки 1,20 пока проблематично для европейской валюты. Я думаю, что даже не только пока, а в целом. Поскольку сейчас, как уже было отмечено, где же находится порог боли у ходраги, который должен среагировать на то, что происходит, поскольку рост курса евро оказывает уже самое прямое негативное влияние на рост инфляции, вкупе еще с снижением цены на энергоносители. Помимо того, что евро, в принципе, обречен на коррекционную динамику из-за снижения показателей инфляции, сохранения экономических стимулов, мы понимаем то, что вот эта мягкая риторика, предстоящая, следующее заседание Европейского Центрального Банка у нас 7 сентября, может быть, еще и поддержана позицией, донесенной европейскими фондовиками для дорогих целых ДЦБ. Мы сейчас можем посмотреть на те уровни, на которых торгуются классические главные и экспортные, скажем. Индекс Германии это ДАКС 30, это 6-месячный минимум, друзья. И вот этот головняк основной для экспортеров, он как раз и начал разрастаться, усиливаться как снежный ком после того, как пара евро-доллар пробралась через уровень, который является критическим уровнем. Это отметка 1,18, сейчас мы торгуемся выше. В целом, долгосрочная позиция по европейской эволюции остается неизменной. Мы ждем не просто откат от локальных максимумов, мы ждем потенциального разворота. Но этот потенциальный разворот может произойти только в том случае, если очень быстро, а скажем, обломает сам рынок тех, кто делает ставку на рост. Чтобы это случилось, европейская валюта должна показать динамику более крутую, нежели чем коррекцию вчерашнего дня. Поэтому я делаю большую ставку на валютные, непосредственно прямые интервенции, либо словесные интервенции. Хотя на словесные интервенции сейчас надежда по возложению больше, поскольку уже 7 сентября ЭЦБ подвещать, и тогда уже дорогие может понять, что без стимуков экономика по-прежнему не обойдется. Но вот что касается краткосрочной позиции, я предлагаю все-таки еще попробовать подкупить, возможно, даже последний раз на этой неделе. С завтрашнего дня мы начнем готовиться уже к нонкам, но парампероваться и начнем подстраиваться с этим подросток доллара. Результаты первых торговых сессий в понедельник по евро-доллару на основании еще того анализа, который мы проводили по Committance of Trades 47 пунктов прибыли. Вчера у нас потеря 26 пунктов, поэтому хоть с небольшим плюсом, но символично мы сейчас, конечно же, держимся. Ситуация может измениться, ну и, в принципе, может и улучшиться даже. По британцу из последних новостей стоит обратить внимание на комментарии Юнкера, представителя Еврогруппы, который в преддверии, опять же, начала второго, точнее уже третьего раунда переговоров озвучил позицию, что все те документы, которые являются частью дорожной карты выхода Англии из состава Европейского Союза, находятся еще в таком состоянии готовности, что их даже обсуждать еще нельзя. Ну, я думаю, что это прямой уже посыл, то, что третий раунд также будет безрезультатным, негативным для фунта, поэтому британскую валюту, друзья, собственно, продолжаем продавать. Помимо политических рисков у нас сейчас уже в игру может в любой момент вмешаться более серьезный рост доллара, чтобы оказать на фунт еще больше давления. В понедельник мы с вами по фунту потеряли 51 пункт. Что касается вчерашней торговой сессии, то смогли заработать 26 пунктов. Смотрим за тем, что будет с этим активом происходить дальше. В отношении британца, надеюсь, вы помните, долгосрочные позиции, долгосрочные ориентиры, прогнозы, они совпадают. Ставка на сет. Доллар Канаде. Вчера вышел отчет по индексу цен производителей. Максимальные падения за последние три года. Минус полтора процента в месячном выражении с прошлого спада на минус 1,1. Сигнал того, что импуляция может также замедлиться при сохранении индекса потребительских цен ниже целевого значения Банка Канады, мы можем не так активно спекулировать на росте процентных ставок, как это хотят делать те, кто планирует увидеть пару юстиках ниже отметки даже 1,20. Я призываю такой ошибкой сейчас в плане анализа не допускать. Банк Канады с минимальной долей вероятности поднимет ставку еще раз до конца этого года. И я думаю, что все последующие отчеты мы будем даже анализировать в качестве поддержки для нашей с вами идеи того, что с дальнейшим ужесточением торопиться канадский регулятор не будет. Плюс ко всему у нас цены на нет снижаются и доллар растет. И по-прежнему где-то там, рядышком, маячит риск прекращения действия соглашения североамериканского торгового альянса НАФТО, который также не стоит недооценивать. Собственно, в понедельник по канадцу мы с вами заработали 27 пунктов, вчера также профит плюс 17 пунктов. Ну вот по вот этим четырем сделкам, которые я предложил вам рассматривать еще к сроке, пока что у нас совокупно минус 23 пункта. Будем надеяться, что сегодня сможем выйти на плюсовую территорию. По другим активам австралийца и Новозеландия здесь все без изменений. Виллер сегодня был крайне оптимистичен, который возглавляет резервный банк Новой Зеландии относительно перспективы экономики Новой Зеландии. Я думаю, что эти оптимистичные комментарии еще требуют подтверждения в статистике. Мало только говорить, но нужно видеть и статистические показатели сохраняющейся прогрессии. Я пока не так, скажем, настроен оптимистично в отношении резервного банка Новой Зеландии и национальной экономики. Считаю то, что резервный банк Новой Зеландии будет и дальше, собственно, склоняться в пользу более мягкой экономической политики. Поэтому, возвращаясь к нашим долгосрочным позициям, австралийцы и Новозеландцы это кандидаты на СЕО, мы их уже давно продаем и ждем более низкие ценовые значения. СНП 2450 пунктов. Снова очень много будет зависеть для американской фонды от статистики по рынку труда. Пока, собственно, я не вижу сигналов, из-за которых снова можно покупать американский фондовый рынок. Обжидательная позиция нами должна быть выдержана и сохранена уже на протяжении последних трех недель. Надеюсь, что вы все-таки сейчас не поддали соблазну и не присоединились к спекуляциям особенно АУБА и по американской фонде, потому что распродажи могут быть довольно существенными. Золото после локальных максимумов 1325 долларов за трост по умсу сейчас корректируется и напрямую. Золотой актив сейчас уже меньше подвержен геополитическим рискам, поскольку они потихоньку идут на спад. Опять же, динамика долга сейчас это подчеркивает. Именно поведение американца и то, как доллар отреагирует на рынок труда, будет влиять на то, что произойдет золото. Если наш долгосрочный прогноз будет введен и американская фонда сможет получиться поддержкой более динамичного количества вновь созданных рабочих мест и роста зарплат, тогда золото завершит эту неделю ниже планки 1300 долларов за трост по умсу. Если это случится, то в следующей неделе будем занимать короткие позиции. Друзья, на этом, собственно, все. Не забывайте, что сегодня целый блок статистики по штатам. Пропустить ее будет ни в коем случае нельзя. Завтра мы о ней поговорим, снова поставим предкосрочные идеи и снова обновим наши долгосрочные прогнозы. Желаю вам прибыльной торговой сессии. Не забывайте, все ваши вопросы, пожелания, замечания, комментарии вы можете оставлять на канале на YouTube, либо на опорами о маркетах. Ну и, конечно же, как и всегда, не забывайте ставить лайки, большие пальцы. Всего доброго, до свидания.